О них сейчас говорят не только в школах или домовых чатах, но и на самом верху. Министры иностранных дел обсуждают квадроберов. Вот руководитель российского внешнеполитического ведомства интересуется у армянского коллеги. А у вас квадроберы есть? Мы тут побежали в законе, в собаках, а искать. А если нет, то это что-то не так. Неужто это и впрямь тема номер один? И это ведь перед встречей Путина и Пашиняна. Так чем так опасна популярная среди детей и подростков субкультура? И есть ли план «Б» у переодетых котиков и лисичек на этот мир? Немного историй. Началось все еще в нулевые, когда японец Кеничи Ито придумал новый вид спорта. Это бег на четвереньках, похожий на движение обезьян. Пробежав стометровку, в таком положении он даже попал в книгу рекордов Гиннесса. И вот как год. Переодетые собачки и котики начали завоевывать внимание белорусских и российских подростков. Общественность подхватила тему после случая на концерте российской певицы Мии Бойко, когда та на сцену пригласила восьмилетнюю девочку. Она была в маске кошки и... У нас котенок и ты квадрокинь не найдешь. Мы все это поддерживали. Зачем тебе быть кошкой? Это еще и занятие, да? Пожалуйста, за что? Ты меня оскорбила. Родители девочки, кстати, написали заявление. Она боялась выходить из дома, ходить в школу из-за нападок. Булить начали и певицу за такое некорректное поведение в отношении ребенка. Собчак, Пригожин, Клава Кока и Егор Крит. Но ведь и вправду, кто из нас на детском утреннике не надевал маску собачки, например, не приделывал хвост лисы или волка? Это нормально, и мы все будем этому аплодировать и говорить, но когда человек себя, ребенок или подросток начинает воспринимать себя как животное и начинает вести себя, я думаю, на это стоит реагировать. Кстати, в поддержку девочки и всех юных квадроберов выступила ей главная по российскому интернету Екатерина Мизулина. Она сообщила, что направит жалобу в прокуратуру на певицу и блогершу. Поинтересуйтесь у своих детей, а знают ли они, кто такие квадроберы и чем отличаются от фурии, например? Для понимания, фурии тоже переодеваются, но ходят на двух ногах. Это отдельная субкультура, как помните раньше, Готы, Эмма были. Запрещать, уверяют психологи, опасно. Объяснять и присматривать нужно. И здесь, конечно, работа родителей и школы. Квадроберы, они как бы никому не мешают, но я считаю, что это развитие, но в обратную сторону. Вначале революционировали в человека, а потом развивается назад. Просто как немножко поиграться и дальше жить. Тогда это выглядит адекватно, нормально. Но общество все-таки не готово к этому пока. Это минская школа. У всех ребят свое мнение. И да, совершенно случайный класс. Уже там выяснилось, и среди них есть два квадробера. Не призываю, точнее призываю не оценивать, а просто послушать, почему это интересно детям. Кто вот тебя привел в эту субкультуру? Я сама узнала, то есть нашла видео, и у меня есть моя подруга, еще одна. И вот она мне рассказала, я решила попробовать, и мне как-то даже понравилось. Ходим, например, там прыгаем через себя, играем. То есть там даже вот там маленькие дети, когда мы к ним подходим, им нравится. Мы за ними как-то заигрываем, мы им показываем то, что мы можем, и родители нам потом хлопают, даже что-то дают, например, сладости какие-то. Это встречается, вызывает вопросы, и, конечно же, вы видите, что ребята тоже имеют каждое свое мнение. Самый основной возраст — это все-таки подростковый, с 10 до 14 лет, потому что здесь как раз-таки ребенок начинает искать себя, показывать этому обществу. И самое главное — это проявлять себя и находить себя в целом в этом мире. А теперь, почему этому реально нужно уделять внимание. Есть квадроберы, фурии, помним, а еще тирианы, они еще спят, как животные, едят корм. Это уже прямой вред здоровью и полностью копируют повадки. Ходят в лоток или на выгул с этой же целью. Сотрудники прокуратуры не установили фактов привлечения к ответственности квадроберов в Белоруссии, в случае чего готовы наказать, конечно, но не за увлечение. Если юный правонарушитель не достиг возраста наказания, ответить придется родителям. Тем временем в Российской Госдуме подумывают о законопроекте по запрету пропаганды квадробинга. Но там и правда, что не случай. Вот в Омске мама выгуливает дочь квадробера на поводке. При этом их собака бегает рядом без поводка. Или вот другой случай. В Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать 12-летнюю дочь квадробера, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Правда, потом ТАСС со ссылкой на госветклиники Подмосковья сообщил, что обращений о чипировании квадроберов не было. Фейк это или нет, может и не суть. Но то, что о теме говорят все больше, обязывает быть во всеоружии. Волк ли это в овечьей шкуре, а может реально просто пушистый зайчик. Важно не упустить момент. И да, если о чем-то много говорить, то обязательно найдется тот, кто будет на этом наживаться и зарабатывать. Маркетплейсы начали продавать корм для квадроберов, а сейчас еще и парфюм. Пахнет он, как пишут в описании, сливой и ромашкой. Ромашка от таких новостей не помешает.